Вы смотрите отзыв об отеле Kalimia Star. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Надежда69, который был в нем в 2011 году. В полгода собиралась написать отзыв, наконец совесть совсем замучила, сижу чужие отзывы читаю, перечитываю, а сама никак, отзывов по отелю мало, поэтому постараюсь подробно. Для тех, кому неохота много читать, сначала коротко общие выводы. Отель на твердую троечку даже с плюсом, и был бы вовсе неплох, если бы не два минуса. 1. Далеко от центра поселка с магазинчиками и тому подобное пешком минут 20 точно. 2. Ресторан. Еда в общем устраивала, а вот сам закрытый зал и обслуживание в нем нет. В начале и в конце сезона это может и незаметно. Мы были в июле. Дальше напишу подробнее. Кстати, для тех, кто с детьми, подняться в ресторан с коляской нельзя, там лестница, лифта нет. Из плюсов, место очень тихое, никого посторонних. Для поездок на машине неплохо, середина острова. Гора, выходящая на пляж, очень украшает пейзаж, и возле нее здорово плавать с маской. Много места для парковки, у маленьких отелей в центре его маловато. Еще предупреждения, которые можно отнести к минусам. Номера все одинаково, маленькие четыре кровати будут стоять практически вплотную. Поставлю фото нашего номера. Это в номер поставлено максимальное количество кроватей. Они там все такие, но все чистое, аккуратные, мебель хорошая. На пляже желательны тапки, камушки, как и во многих местах на Родосе. И с коляской проехать сложно, настил только в начале. Променада вдоль моря там нет совсем. Вечером на берегу темно, только у горы в баре горит фонарь. Вечером в баре отели нельзя купить кофе, делают только утром. Теперь по поводу моря. Когда я выбирала отель из самых дешевых, была еще пара отелей на другой стороне острова, то есть на Эгейском море. Но я начитавшись отзывок, что на северо-западе всегда волны, ветер и холоднее, их отмела, а зря. На нашем пляже первое ощущение, отчего вода такая холодная. В результате оказалось, что море на той стороне было ощутимо теплее, напомню, мы были с 1-го, 10-го июля, как там в другое время не знаю. У нас в компании было 5 детей от 1 года до 15, и всем больше понравилось на Эгейском в волнах плескаться, младшая только там и купалась. Но вот с маской на Эгейском не поплаваешь. С маской поплавать как раз неплохо на нашем пляже около горы, там и рыбки есть, и пещерки всякие. Наши вообще далеко за гору уплывали. Переходим к горе, она красиво смотрится. По ней ходят козы, причем ходят прямо по отвесным скалам. За нее заходит солнце, красиво. И по утрам каждый день спортивного типа дядечка убегал на гору куда-то вверх. Проверить, куда, нам дети не дали. Но думаю, встречать рассвет не просто на пляже, а подняться немного на гору очень красиво. Мы встречали на пляже, красота. Рекомендую. Лежаки платные, сколько не знаю, с утра там никого не было. А днем мы были всего два раза и уходили ближе к горе на камни. На пляже есть душ, соль сныть, бар и туалет у бара. Расположение, как уже было сказано, очень далеко до центра поселка. В пешей доступности есть два маркета, один по дороге к пляжу. Другой, если идти от первого в сторону поселка параллельно морю. И две таверны тоже идти в сторону поселка, но по-моему по другой улочке, ближе к горе. Идти недалеко, пообедать можно и в отельном баре, не пробовали. И перекусить в баре прямо на пляже, там салат, кот-доги, кофе, недорого. Еще есть прикольное заведение фич с поживые рыбки, объедают вам мозоли на ногах, не пробовали. До знаменитой эвкалиптовой дороги и всего остального у нас получилось 20-30 минут в ходу, жарко даже вечером. Дорога абсолютно прямая и скучная. Если вы езжаете на трассу, идущую вокруг Радоса, надо объехать холм. Кстати, если на машине, то там за холмом, прямо на дороге со стороны Линбаса. Самый дешевый в округе магазин. В центре поселка можно поймать конный экипаж с каретой, это типа такси, довезет обратно до отеля. Люди говорили, что их можно вызвать и в отель по телефону, но я не записала как. Территория и номера. Номеры идеальны на двоих, но еще плюс ребенок, больше тесно. У нас стояли три большие кровати, одна раскладушка и детская кровать, просто от стены до стены. Тумбочки засунули под зеркало, столик и стул на балкон. У нас то все семьями были, а если три, четыре подруги, совсем не комфортно будет. У нас на компанию было три номера, 2 плюс 2, 3 плюс 1 плюс инфант и 1 плюс 1. Причем у первых вторых дабл. В учере написан, а у последних промо, мы боялись, что им будет типа без балкона. В результате у них и у 2 плюс 2 соседние одинаковые номера. Там абсолютно одинаковые корпусы с типовыми балконами. У них был корпус с балконами на дорогу и на закат. Дорога там очень тихая, не мешает, но и цветочков нет, трава и немного кустики. Был один инцидент с поливом, поливали траву какой-то химией и залили балконы и сотнущую одежду. Белье бесплатно постирали, но не так, чтобы охотно. Помог русский мужчина из соседнего номера, им тоже все залили, он хорошо говорил по-немецки и требовал компенсации. Компенсацию ему не заплатили, но всем все постирали, у нас номер был 67 рядом с ресепшн и балконом на бассейн и в сторону бара и дискотеки. Здесь красивые цветочки, деревья красивые. Лид на бассейн. Полив тоже был каждое утро, но вроде без химии. Но, здесь вечером шумно. Дискотеку слышно очень хорошо. И в этом корпусе на первом этаже вход в номер через балкон или как его правильно назвать. И даже немного под горку, если вдруг дождь, балкон зальет. Но нам тут даже нравилось, нам важен визуальный ряд. А вечером мы ложились спать с закрытой дверью окном. За день так выматывались, засыпали как убитые. Уборка. Убирают каждый день почти насильно, говоришь, не надо, она в ответ. А в туалете, и все равно вломится, даже если я ребенка в номере кормлю. Белье меняют, как часто не запомнила. Полотенца меняют очень странно, то одно, то два, но обязательно все стопочкой сложат. Лучше бы не трогала. У нас же народу много, приходилось помечать циферкой в углу, так и поняли, что меняют каждый день, но не все, а выборочно. Русский язык. Русские в отеле есть, но не большинство. На ресепшн по-русски не понимают. Есть женщина типа завхоза, она немного говорит. Анимация. Есть детская дискотека. Потом что-то для взрослых, я не ходила. На детской площадке должен быть мини-клуб. Не видели, но и не искали. Детская площадка так себе и на солнце, не ходили вообще, от наших номеров ее не видно. Дети перед номером в бассейне плескались, когда вообще в отеле были. Мы на семь дней брали машину, везде ездили. Ездить надо обязательно, хотя бы на экскурсии. Аренда авто. Прямо в холле отеля сидит представитель Робоскар. По-русски не говорит, но зачатками английско-немецкого объясниться можно, страховка у них нормальная. Нам на компанию нужно было две машины, четыре, пятиместная и седьмыми местная. Нас пугали, что в сезон седьмыми местной сразу может и не быть, поэтому заказывали из дома в этой же конторе на сайте. По поводу заказа, у кого-то прочитала, что на сайте требуется ввести реквизиты карты, но можно ввести неправильно. Так все есть, вводим произвольный номер карты. Деньги сразу не резервируются, все оплаты потом, вам присылают номер брони. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова